Учебные заведения Анастасия Кузнецова, 21 год. Учится в Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Специальность – учитель китайского и английского языков. Третий курс. Сегодня работает мастером ногтевого сервиса. Вот за что я люблю свою профессию, так это за то, что иногда можно совмещать приятное с полезным. Кто-то может угостить яблочками со своего огорода, а иногда можно сделать им маникюр во время рабочего процесса. Настя, расскажи, пожалуйста, а за что ты любишь свою профессию? Аналогично за то, что и ты. Но если говорить более развернуто, то я люблю свою работу за стабильный заработок, за приятное общение с клиентами. С детства я люблю заниматься рукоделием, творчеством, рисованием. Здесь я могу не только проявлять себя творчески, но и зарабатывать денежки. А как ты вообще пришла к своей профессии и выбрала именно работу мастера маникюра? Получается, летом между 10 и 11 классом просто случайно моя мать сидела на Авито, смотрела объявления, и ей попалась реклама курса мастера маникюра. Я просто приходила мимо своей матери, и она мне предложила пройти эти курсы. Я не задумывалась, сказала «да». Я не думала, что это вылиться во что-то большее, но получилось так, как получилось. И не вижу уже себя в другой сфере. То есть мне настолько понравилось с первого дня курса заниматься вот этим делом, что другие профессии меня больше уже не привлекают. А после того, как ты окончишь вуз, ты собираешься работать по специальности? И почему? Я уже говорила ранее, что определилась с профессией окончательно, и другие вакансии уже не рассматривала, другие специальности и направления тоже. Настя, расскажи, пожалуйста, что вообще говорят однокурсники, друзья, кто учится в вузах? Собираются ли они дальше работать по профессии и по специальности, по своей? Некоторые собираются работать по профессии, некоторые нет. Кто-то хочет свое дело, кто-то хочет уйти в совсем другую сферу, кто-то боится работать по профессии, в принципе. Но я думаю, в дальнейшем они все-таки пересилят себя и пойдут по той специальности, которую получили. По данным Федеральной службы государственной статистики на 5 июня, каждый третий выпускник высшего и среднего профессионального учебного заведения не работает по специальности. Также не работает по диплому практически половина выпускников колледжей и техникум. Данные говорят о выпускниках с 2016 по 2018 годы. Но есть ребята, которые работают по специальности и идут по педагогическому пути. Например, Вика. Вика работает в школе, но не в простой, а в танцевальной. Вика, расскажи, пожалуйста, как ты выбрала свою профессию? Я танцевала с самого детства. И потом мне пришла мысль о том, что я хочу быть хореографом. Нашла педагогический колледж и без раздумий после 9 класса сразу поступила туда. И раз, два, три. Виктория Зайцева, 21 год. Окончила Бийский педагогический колледж, народное художественное творчество. Сегодня работает по специальности – педагогом-хореографом. А трудно было найти место, где работать? Нет, изначально я танцевала в коллективе, и меня приняли туда работать. Затем открылось Dance Studio, я пришла сюда, и теперь я веду отдельное направление, которое существует в Instagram, и я его продвигаю. Потом меня позвали в другой коллектив работать, я сразу взяла две группы. Нет, у меня не было сложностей. Как думаешь, почему в основном ребятам, молодежи трудно устроиться по профессии? Вот у тебя получилось, а у кого-то не получается. С чем это связано? Ну, например, я по своему примеру буду судить, и я думала, что я тоже не устроюсь, потому что, во-первых, мне было страшно. Во-вторых, я не знала, как, я не знала, где найти. Ну, то есть, все это через общих знакомых. У нас город маленький, а так, чисто страх того, что как у тебя получится, не получится, особенно если ты не через знакомых. А сейчас проверим мы Вику на ее способности педагога. Она меня научит парочку движений. Так, сейчас мы разучим пару движений из направления шафл, которые я преподаю, которые я нашла в инстаграм, и теперь пытаюсь продвигать. Смотри, мы делаем на раз, мы делаем крест, правая нога впереди. На два назад. На три. Пам. Пам. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, и. Пам. Да. Случайно так получилось, что все герои моего сюжета, которые работают по специальности, окончили колледж. Артур, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, связано ли учебное заведение с тем, работает человек по специальности или нет? То есть, высшее оно или среднее? Артур Кюльпер, 21 год. Окончил Бийский государственный колледж. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. Сегодня работает по специальности старшим энергетиком. Что ты заканчиваешь среднее, что высшее образование. Это никак не влияет на то, где ты будешь работать. То есть, все зависит от человека и от случая фактически. То есть, если ты приходишь на предприятие и показываешь себя как хорошего специалиста или просто как хорошего человека изначально, к тебе присматриваются, тебя пробуют. Ну, как бы, две недели испытательного срока, никуда не делись. А как ты думаешь, какие вообще сложности и трудности есть у молодых специалистов при устройстве на работу? Неважно, по специальности или нет. Грубо говоря, когда человек выпускается с колледжа, например, вот как я, с красным дипломом, да, такой весь красивый, нарядный, такой зайка миленькая, такой, да. Ты приходишь на предприятие и говоришь, здравствуйте, я хочу у вас работать. Тебе говорят, ну, знаешь, у нас нет кадров, ну, просто у нас все занято. Мы бы тебя взяли, но возможности нет. Потому что сейчас люди, как бы, в непростое наше время держатся за свои рабочие места. В связи с этим, юные специалисты, ну, как бы, не очень востребованы. Потому что это надо же их обучать, а это особо никому не надо. А по опыту твоих одногруппников, ребята работают больше по специальности или нет? Две трети моих товарищей, которые учились со мной, сейчас находятся в армии, поддают воинскую службу, да, армию России, все дела. Оставшиеся, как я, которые, ну, не прошли в армию только по каким-то критериям, там, по здоровью, например, да, они работают, ну, в основном, да, по специальности. Кто-то просто забил на то, чтобы идти работать, а кто-то, ну, вот как я, я по специальности работаю. Как и у специалистов, так и у работодателей есть свои трудности при поиске сотрудников. Так, по статистике Всероссийского центра изучения общественного мнения, нанимателям чаще всего приходится сталкиваться с отсутствием претендентов или необходимой у них квалификации. У 14% опрошенных работодателей подобных проблем, в принципе, не возникало. В основном студенты выбирают удаленные профессии, потому что нужно еще совмещать учебу вместе с работой. Наташа работает удаленно. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно такую сферу деятельности и почему не по специальности? Не надо? Так, все. Да. Сначала, почему не по специальности? Потому что через три года после поступления в институт я на 100% уже была уверена, что я не технарь. Просто стопроцентный гуманитарий. Поэтому, ну, смысла идти по профессии абсолютно никакого нет. Вот. Там возникла проблема, на самом деле, чтобы найти удаленку. Вот я, наверное, год потратила, чтобы найти нормальную работу. Раза три, наверное, ну, обманывали, кидали, по-русски говоря, с зарплатой, там просто какие-то непонятные поручения. То есть, ну, вот год, это был такой год поисков. И потом посчастливилась познакомиться вот с директором, у которого я сейчас работаю по 1С предприятию. Они работают, внедрение. Вот. И они взяли меня на обучение. Наталья Драгунова. 23 года. Учится в Бийском технологическом институте. Специальность – автоматизированное производство химпредприятий. Инженер. Пятый курс. Сегодня работает менеджером-стажером по 1С и СММ-менеджером. Так получилось, что герои моего сюжета в основном девушки. Какой опыт у парней-студентов? Работают ли они по специальности и вообще планируют ли идти по своей профессии? Здесь, опять же, ну, я бы не сказала 50 на 50. Ну, кто-то планирует, кто-то видит себя в этом. Кто-то уже, ну, на этапе обучения говорит, что маленькая зарплата, мне не устраивают условия труда. То есть, ну, здесь сложно сказать, определенно нет или определенно да за работу по специальности. У нас есть и такие, кто работает. А как ты думаешь, зачем тогда люди идут за образованием, которое им, ну, по сути, не пригодится? Тут я бы сказала, когда ты заканчиваешь 11 класс, ты не представляешь еще, ну, что тебя ждет в жизни, кем ты хочешь стать. Перед тобой вроде бы все двери открыты, но ты не знаешь, в какую зайти. А тебе говорят, давай ЕГЭ, выбирай предметы, обязательно выбирай, побольше выбери, вдруг ты не поступишь куда-то. Это твое будущее, там, образование, образование, образование. На тебя идет давление. И ты такой, ну, ну ладно, я поступлю, пожалуй, сюда. И, ну, некоторые поступают, конечно, удачно, они работают по профессии. Но я, на самом деле, таких встречала очень мало людей. Подводя итог, можно сказать, что в основном молодых специалистов останавливает страх пойти работать по специальности, отсутствие опыта работы, недостаток мест по их профессии, а также боязнь быть обманутыми работодателями. В целом, ситуация на рынке труда Алтайского края выглядит так. В период с января по июнь этого года потребность в кадрах, заявленная в органы службы занятости, составила больше 62 тысяч вакансий. В любом случае, кто ищет, тот всегда найдет. С вами была программа «Я в Бийске». До встречи! Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.